Добрый день, дорогие друзья! Я Малахов Игорь Михайлович, врач, специализируюсь по мочеполовой системе. Также я являюсь врачом ультразвуковой диагностики и специалистом Агулов Центра. Сегодня мы немножечко продолжим тему мужского здоровья. Чуть-чуть поподробнее, как бы она уже звучала в нашем эфире. Хотелось на самом деле сегодня подготовить доклад по женскому бесплодию, но мы его немножечко отложим и вы обязательно посмотрите, потому что я постараюсь там максимально разложить все точно по полочкам, чтобы было понятно и не запутано. Приложу все свои усилия, чтобы это был хороший выпуск. Поговорим сейчас по большей части о предстательной железе у мужчин. Мы ее рассматриваем в контексте простатит, аденома и рака предстательной железы. На раке предстательной железы я сегодня никаким образом останавливаться не буду, а немножко поговорим об этих двух вещах. Иной раз приходится сталкиваться с тем, что люди часто не понимают терминологии сказанного. Заслышав слово простатит, молодые люди сразу воспринимают это таким образом, что как же так, я такой молодой, а у меня уже простатит. То есть они путают понятие аденомы и простатита. Простатит может возникнуть в любом возрасте, уже начиная с полового созревания и кончая до бесконечности. А аденомы предстательной железы или доброкачественная гиперплазия предстательной железы, как принято ее называть, второе название, то это все-таки удел уже мужчин, которые достигли определенного возраста. Ну, возраст он, конечно, немножко такой плавающий, да, там, можно сказать, с 45, с 50, с 55. Тут я как бы не совсем могу четко эту линию провести, красную. Вот. Но никакой, конечно, аденомы в 30 лет быть не может. Хотя, может быть, вы когда-нибудь столкнетесь с такими заключениями, но, скорее всего, они не совсем адекватны. Что под собой подразумевает термин простатит? Да, то есть простатит, вот это окончание it, он подразумевает воспалительный процесс. Предстательная железа, она такая очень многогранная. Вот эти состояния, которые с ней происходят, они не совсем вот укладываются, да, вот в такое, в примитивное понятие воспалительного процесса. Но что такое воспалительный процесс? Это такой выраженный отек, это повышение температуры и ряд других таких классических симптомов. Мы же в своей практике, конечно, очень редко сталкиваемся с подобными вещами. То есть, подобные вещи, ну, раньше они даже подлежали госпитализации, да. То есть, такой мужчина, его госпитализировали в урологическое отделение, вот, для того, чтобы его наблюдать не было, чтобы не было абсцесса, предстательной железы и так далее. То есть, это довольно редкое явление. А в обыкновенной практике это, как правило, мужчины, жалующиеся там, жалобы у нас проистекают по предстательной железе, как бы в двух таких вот ипостасях, да. Первое, это нарушение мочеиспускания, второе, это болевой синдром. Нарушение мочеиспускания у нас могут быть, ну, в различной форме. Обычно стандартно это частое дискомфортное мочеиспускание, изменение напора струи в сторону ослабления, чувство неполного упражнения мочевого пузыря и так далее. Болевой синдром, он будет зависеть от выраженности. Если это острый процесс, значит, это будут сильные боли. Если подострый, послабее. Если хронический, ну, такие минимальные какие-то боли, вплоть до дискомфорта. А место их локализации, они какие-то стандартные. Самое типичное место это промежность. Хотя вот всегда надо помнить, что мы иногда там сразу пытаемся поставить диагноз простатит. Бывает, вот в моей практике был такой случай, когда болела промер, не только в моей. У моего коллеги он тоже рассказывал. Есть такое заболевание, как парапроктит. Это гнойное воспаление клетчатки вокруг прямой кишки. Те же самые боли очень похожи в том же самом месте. Поэтому всегда надо помнить, что что-то может быть еще. Вы думаете, простатит, а на самом деле за этой маской скрывается какое-то другое явление. В общем-то, следует всегда помнить о том, что что-то может быть не по учебнику. Вот. Значит, места локализации это промежность прежде всего. Это низ живота, паховые области и область мошонки. Иногда крестец. Ну, крестец не характерен. Он больше для женщин подходит при заболеваниях, придатков и гинекологической сферы. Как мы определяем? Как мы исследуем? Сейчас немножко я вам буду рассказывать по поводу того, какие подходы в официальной медицине. Потому что для того, чтобы понимать, все-таки надо использовать анализы и те средства, которые используются официальной медицины. Он такой довольно стандартный. То есть, это выполнение ультразвукового исследования. Выполнив такое ультразвуковое исследование, мы получаем визуальную картинку, какая она по внешнему виду. Допустим, ровно круглая пристательная железа сразу наталкивает нас о том, что она отечна. То есть, она вот во все стороны одинаковых размеров, такая шаровидная. Вот. Структура у нее содержащая как бы отечная, да, такая более темная по виду. То есть, мы говорим там отечная простата, увеличенная простата. Нам дает очень много информации. То есть, ультразвуковое исследование прямо оно в углове угла. Далее. Далее лабораторные методы исследования. Что мы там исследуем? Это количество лейкоцитов. Именно лейкоциты, да, показывают нам наличие воспалительного процесса. И бактерии, которые мы можем разглядеть в обычный микроскоп. И бактерии, которые недоступны для рассмотрения в обычный микроскоп. Это уже подвергается методам ПЦР. То есть, исследуется ДНК этих микробов. То есть, это следующие виды исследования. Это анализ секрета пристательной железы. Он берется путем массажа через прямую кишку. Вот. После этого массажа у мужчины из мочеиспускательного канала вытекает несколько капель жидкости, которые являются секретом пристательной железы. Мы эту жидкость относим под микроскоп и оцениваем там ряд показателей. Это прежде всего наличие лейкоцитов выше нормы или там в пределах нормы. Какие-то виды бактерий мы можем разглядеть. Но только ограниченное количество бактерий. И назвать их точно тоже мы можем не все. Ну, например, гонококки мы прекрасно можем опознать. Гордоноролиоз мы прекрасно можем опознать. Вот. Ну, трихомониаз это как бы уже тяжелее, но можно. А многие другие, они просто по калибру, по калибру, да, они являются внутриклеточными. Они исследуются с помощью метода ПЦР. То есть, это отдельный анализ. Он берется щеточкой из мочеиспускательного канала. Вот. И мы там смотрим целый список. Да, это хламидии, мекоплазмы, уреоплазмы, гордоноролиоз. Там до 12 наименований. Сейчас в большинстве случаев вот эти все половые инфекции, они проистекают бессимптомно. Видимо, это связано с тем, что мы получаем много антибиотиков с продуктами питания. Впервые об этом я задумывался, пребывая на лекции одного доктора. Профессор, она сказала, что в течение последних десяти лет она ни разу не видела гонореи. И я понял, что в моей практике происходит то же самое. Мазочек из уретры под названием анализ ПЦР – это группа инфекции, передающаяся половым путем. Она идет по списку, можно отдельно исследовать, можно неким блоком. То есть это хламидиоз, хламидии, мекоплазма, уреоплазма, гордоноролиоз, трихомониаз, ну и целый ряд других до 12, до 20 некоторые там насчитывают с подвидами. Вот. Это знать очень обязательно. Почему? Потому что большинство вот из них, еще раз повторюсь, они протекают на сегодняшний день бессимптомно. То есть жалоб никаких нету, писать не больно, выделения никакие трусы не пачкают. Вот. А микроорганизм есть. Ну, наиболее такие для нас значимые, да, это классические венерологические заболевания. Это, прежде всего, хламидиоз, конечно, гонорея и трихомониаз. Да, вот эти вот три вида, которые при виде этих микробов в анализах, то мы реагируем очень бурно. Да, то есть их очень бурно. Потому что они для нас как красная тряпка на БК. Вот. Значит, мы с вами упомянули анализ ПЦР. Теперь мазочек из уретры мы можем использовать в качестве другого анализа. Это называется баг-посев из уретры. Тут мы изучаем такие микроорганизмы, которые не связаны с путем половой передачи от мужчины к женщине, но также имеют определенный вес в оценке состояния. Это стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, энтерококки и так далее. Тут важен уже как бы момент их названия и их концентрации, да. То есть какие-то микроорганизмы для нас привычные. Там вот кишечная палочка, наиболее часто встречающаяся в баг-посевах, она кишечного происхождения. Стафилококки, стрептококки, но я их рассматриваю как источник. Это носоглотка не санированная. Да, вот когда мы говорим о бактериальных посевах и говорим об этих микроорганизмах, которые я сейчас упомянул в бактериальных посевах, мною всегда вот используется в мышлении такое понятие, как очаги хронической инфекции. Это очень важно знать, но в современной медицине это как-то редко упоминается. Вот в более старших поколений оно всегда было на слуху, всегда учитывалось, да. То есть хронический танзелит, нелечные зубы, гайморит, хронический насморк, хронический аппендицит. Вот есть такое явление, да. Это все очаги хронической инфекции. И тогда эти микроорганизмы они расползаются из этого очага и оседают в разных местах, в том числе и в мочеполовой системе. Для того, чтобы добиться какого-то устойчивого результата обязательно надо не забывать про вот это вот мышление в разрезе очагов хронической инфекции. Очень жалко, что сейчас конечно это не принято и раньше в общем-то это всегда звучало и учитывалось и подразумевалось. Вот по бакпосевам там учитывается концентрации. Как правило концентрации того или иного микроорганизма, если она до десяти в четвертой степени, то мы на это как-то лояльно смотрим. Если превышает микроорганизм эту концентрацию, то мы считаем, что в общем-то надо с этим делом разбираться и убирать ее по возможности. Далее, значит мы упомянули ультразвуковое исследование, анализ секрета пристательной железы, анализ мазочек методом ПЦР, бакпосев упомянули. Что еще у нас осталось? Например, мы можем для изучения нашей ситуации с мужчиной, с простатитом, мы можем использовать такой анализ как спермограмму. В спермограмме мы будем смотреть там очень много всяких показателей, но нам степень воспалительного процесса важна. И поэтому мы будем смотреть прежде всего лейкоциты. И в соке простаты мы тоже прежде всего будем смотреть лейкоциты. Там тоже есть разные показатели, но самое важное для нас это лейкоциты. Такое вот есть воззрение, что если анализ хороший, вот допустим в соке пристательной железы лейкоцитов нет, то существует такая логика мышления, что пристательная железа это же многочисленные выводные протоки, которые заканчиваются в просвете мочеиспускательного канала. И они очень тоненькие, длинненькие. И если в процессе воспалительного процесса отток их нарушается, они, эти протоки, затыкаются такими маленькими лейкоцитарными пробочками, то в процессе получения, в процессе массажа пристательной железы, мы не получим секрета простаты из тех участков, которые поистине больны. Потому что протоки закупорены. И вот старые урологи, они всегда говорили, что в процессе лечения простатита чуть позже анализы всегда хуже. И не надо это расценивать как дурной знак. Почему хуже анализы становятся? Да потому что выводные протоки наконец освобождаются от своих пробок. И вот те участки пристательной железы, которые не могли дренироваться, которые не могли освобождаться от своего застоявшегося секрета, наконец получили зеленый свет. И стали выходить в просвет мочеиспускательного канала. Вот такой вот разрез. То есть анализ семени мы тоже можем использовать для оценки состояния. И еще вот лично мне очень нравится использовать для оценки мужского статуса. Простой анализ мочи, но выполненный определенным образом. Да, он должен быть взят утром после ночного сна, при условии, что мужчина не вставал пописать за ночь. И должна быть собрана первая порция мочи. То есть по факту, что это такое из себя представляет? То есть когда струя мочи пошла, она собрала всю слизь, все микроорганизмы, которые скопились за ночь в мочеиспускательном канале. И вот этим методом мы прекрасно распознаем те или иные недуги в мочеиспускательном канале. Потому что он длинный, он мужчина, он длинный. Да, он порядка там 10-12 сантиметров. И когда мы берем мазочки для диагностики, мы берем из самого кончика мочеиспускательного канала. Выше лежащие отделы нам недоступны для изучения. А вот моча нам прекрасно в этом помогает. То есть все и начальный отдел и срединный отдел мы таким образом косвенно можем оценить. По наличию лейкоцитов, эритроцитов, бактерий. Вот. В основном вот это нас интересует. Ну по поводу диагностики вот такой вот лабораторной все. С чем можно перепутать? Ну я все время очень люблю я часто говорить о том, что есть люди, которые хотят все упростить и сказать, что все ясно. Но кто работал подольше в сфере, так сказать, здравоохранения, медицины, неважно чего, да, вот назовем эту область так, то он понимает, что иногда можно ошибаться. То есть ты подразумеваешь одно состояние, а потом по истечении некоторого времени выясняется, что это была ошибка. То есть те жалобы, которые я вот назвал, там нарушение мочеспускания, болевой синдром, да, первое, о чем мы думаем, простатит. Но самое частое, с чем мы можем это спутать, это мочекаменная болезнь. Запомните это. То есть это очень важно. Это не просто слова, да, это личная практика. И очень важно, когда она вот именно в твоей практике эти случаи проходит. То есть речь о чем идет? О том, что самые простые вещи это камень мочевого пузыря. Он будет вызывать все то же самое. Более сложно это камушек или такой совершенно маленький микролитик, который застревает в мочеточнике, но застревает именно в нижней половине мочеточника. Как правило нижняя треть. И как только камушек обосновался вот в этой нижней третье, он будет все эти проявления, которые были указаны, да, нарушение мочеиспускания в основном, ну, болевой синдром в меньшей степени, он будет провоцировать. И такой пациент или пациентка, это касается как мужчин, так и женщин, приходит к доктору, излагает жалобы, да. И если это женщина, то ей говорят, у вас, милочка, цистит. А если мужчина, то говорит, все ясно, у вас простатит. И начинает его лечить. Лечит, лечит, проходит полгода, год, вот. Даже больше. И все зависит от, так сказать, выраженности жалоб. Если жалобы более-менее настойчивы, этот пациент начинает ходить по врачам настойчиво. Если нет, то, в общем-то, он как-то с этим живет. И эти истории могут длиться годами, годами. По три, по пять лет. До той поры, пока не случается почечная колика. Как только случается почечная колика, то есть вот этот камушек, который застрял в мочеточнике, основательно нарушает отток мочи из соответственной почки, Тут ясность сразу проступает. Диагноз ясен. Тактика, что делать, нам уже ясна. Мы там не хватаемся лечить простатит, который, в общем-то, может быть, и был, но не являлся причиной. И не хватаемся лечить цистит. А уже занимаемся делом, изгнанием камня. Вот это первонаперво, что надо помнить, это мочекаменная болезнь. И бывают такие вот вещи, что мужчина, но это уже мужчина такие, как бы, да, в возрасте, это уже не юноши, не молодые мужчины. Они могут к вам прийти и сказать, что вот у меня, например, некое недержание мочи возникло. Вот бывает такое, что это при онкологии мочевого пузыря возникает. То есть, мочевой пузырь поражается диффузно, то есть, его стенка поражается не как, вот мы все привыкли думать о том, что рак, это вот некий комок такой, да, вот который растет, опухоль такая. Он бывает в разных ипостасях. Вот, в частности, бывает такая форма, что это всего лишь навсего утолщение стенки мочевого пузыря. И даже профессиональные врачи очень часто пропускают это явление, да. То есть, у меня вот были пациенты, которые лежали в урологическом отделении. Это отделение прекрасно знают, это бывшая наша база, вот, и хорошее отделение. Вот, и потом после выписки, спустя какое-то недолгое время, там появляется кровь в моче, вот, и диагностируется рак мочевого пузыря, наконец-таки. То есть, бывает такое, что вот мужчина не держит мочу, если он в возрасте, то обязательно надо пристально посмотреть, поизучать его мочевый пузырь на предмет, вот, утолщение стенок. То есть, это онкология такая, которая проявляется только утолщением стенок. Вот, никаких там выпучиваний в просвет мочевого пузыря вы не увидите. Ну, еще такое, может быть, экзотическое, какую-то вещь я вам скажу, лично я не сталкивался никогда, да, но просто по поводу того, что под маской каких-то симптомов могут скрываться совершенно другие вещи. Ну, вот, к примеру, к примеру аппендицит, да, всем известный и вроде бы как понятный на первый взгляд. Он может быть, опять-таки, по учебнику, а может быть и нет. Вот, есть такая форма, это воспаленный аппендикс. Он имеет некую большую длину и спускается в малый таз. И когда такой аппендикс воспаляется, он припаивается к мочевому пузырю. И тогда у пациента, у него возникают те же самые жалобы. Частые мочеиспускания, неприятные мочеиспускания, болевой синдром. Ну, и первый попавшийся опять простатит, да, а там, в общем, никакой не простатит. То есть, как говорят китайцы, к простым вещам иногда надо относиться, как бы это сказать, да, с точки зрения сложности. Не забывайте, что в жизни может случиться всякое. И поэтому, когда вы высказываете какое-то мнение, то всегда оставляйте себе какой-то отступ. Потому что жизнь может так распорядиться, что вы думаете одно, а по факту окажется совершенно другое. Вот, я вас призываю к этому быть аккуратным в своих заключениях. Вот, хочется еще разобрать такое явление, с которым редко, но достаточно вот систематически приходится сталкиваться, да. Когда мужчина приходит и жалуется на то, что у них в семени, в сперме появились следы крови. Ну, они, конечно, сразу пугаются. Как правило, мысль, которая возникает в голове, мало ли, это онкология. Вот, но это крайне редко. Конечно, надо сделать ультразвуковые исследования, там, все онкомаркеры, это все сделать надо. Но, как правило, это более-менее безобидная ситуация. То есть, надо сразу таких мужчин спросить, какого цвета кровь они наблюдали. Это алая кровь, свежая, как бы, да, либо это измененная кровь. То есть, она уже приобрела такой коричневатый оттенок. И источников крови в семени, как правило, два источника. Первый источник – это мочеиспускательный канал, который расположен на уровне предстательной железы. Мы это называем заднего уретра. А второй источник – это семенные пузырьки. Это такие два маленьких мешочка, которые лежат выше предстательной железы, дают выводные протоки, которые вместе с выводными протоками предстательной железы впадают в мочеиспускательный канал. То есть, это либо у нас уретрит такой задний, либо это визикулит. Я, например, лично люблю таких пациентов, потому что, как правило, кровь в сперме появляется кратковременно. Один-два раза, а потом все уже. То есть, пациент его не видит. И даже выполнив анализ семени, можно там не обнаружить эритроцитов. Я опять люблю прибегнуть к анализу первой порции мочи, в том случае, если речь будет заходить о нарушениях в задней уретре. И тогда мы очень четко можем все распознать. Это наличие эритроцитов, это наличие лейкоцитов. Если мы продолжим наше исследование, если мы выполним эндоскопическое исследование, то есть, посмотрим глазом, а что же делается там в мочеиспускательном канале глазом, то мы можем столкнуться с разными ситуациями. Какие-то язвочки, эрозии. Как правило, это полипы, это отшнуровка кусочка слизистой, это рыхлая слизистая, как правило. И просто во время оргазма происходят вот эти сокращения пристательной железы вместе с участком мочеиспускательного канала, который транзитом проходит сквозь простату. А слизистая, это очень рыхлая. И тогда появляется кровь в сперме. Это примерно схоже с симптоматикой, которую испытывают женщины во время острого цистита. У некоторых из них появляется кровь в моче именно в последней порции. То есть, именно в последней порции мочи. И схематика все та же. То есть, очень нежная, очень рыхлая слизистая, сокращение мочевого пузыря и появление крови в моче. Это у женщин, а вот у мужчин в семени. Значит, это первый источник, это мочеиспускательный канал, когда кровь в семени алая. А второй источник, это семенные пузырьки, когда источник находится в семенных пузырьках. Она, как правило, такая отлежавшаяся кровь, коричневатого такого оттенка. По большей части мне лично приходилось сталкиваться именно с источником мочеиспускательного канала, когда кровь свежая. Ну, а дальше уже там идут разбирательства, воспалительный процесс. Его надо подтвердить, кто виноват, ну и производить лечение. Теперь немножечко поговорим про предстательную железу с точки зрения возрастных изменений от аденомы или гиперплазии предстательной железы. Вот давайте мы рассмотрим ситуацию с аденомой предстательной железы. С точки зрения, что вот она вызывает тоже симптомы нарушения, чувство неполного поражения, какие-то недомогания. А вот вообще, как это происходит системно, да? Это же система мочеполовая система. Вот, то есть, что происходит? Разросшаяся предстательная железа, она пережимает мочеиспускательный канал, который проходит сквозь нее транзитом. Еще раз повторюсь, да? Тут такой интересный момент. Железа может быть очень большой, а жалоб совершенно никаких не быть. Это связано с тем, что большая железа, она растет как бы кнаружи, совершенно не касаясь и не сдавливая мочеиспускательного канала. Поэтому такие мужчины, имея довольно увеличенную аденоматозную предстательную железу, они не предъявляют никаких жалоб. Ну, такие вот счастливчики. А может быть ситуация обратная. Вот эти аденоматозные узелки, они только чуть-чуть, совсем чуть-чуть начали увеличиваться, и мужчина уже начинает страдать. Он уже прибегает, жалуется, говорит, что вот мочеиспускание не такое, как надо, и вообще я не могу так существовать. Помогите мне, пожалуйста. То есть, аденоматозные узлы при малых размерах могут очень существенно сделать компрессию мочеиспускательного канала со всеми вытекающими последствиями. Вот. Значит, что происходит дальше? Дальше происходит следующее. То есть, если мужчине трудно выжимать мочу, мочевому пузырю, выжимать мочу сквозь вот это вот препятствие в виде аденоматозной простаты, то со временем происходит накопление остаточной мочи. То есть, мужчина пописал, но у него возникает чувство неполного опражнения мочевого пузыря. И тогда наша задача обязательно посмотреть, а сколько же остается мочи после мочеиспускания. Это выполняется с помощью ультразвукового исследования. То есть, только опять не забывайте, что оно должно быть грамотным. Иногда вот вам могут принести какую-нибудь бумагу, документ, и там будет написано, там, не знаю, 200 миллилитров остаточной мочи. Но это может оказаться неправдой. Это надо понимать, при каких обстоятельствах было выполнено исследование. То есть, надо понимать, где пациент делал это. Если он там делал где-то в городской поликлинике, где ему пришлось ждать, где очередь, где нервотрепка. И он, представляете, там, находясь в очереди, он пересидел время. То есть, в обыденной жизни он бы давно пошел бы и пописал. Но тут-то его не пригласили в кабинет ультразвуковой диагностики. И он ждет, когда же его пригласят. И он передерживает мочу. Мочевой пузырь еще больше перерастягивается. И когда, наконец, доктор первый раз посмотрел мочевой пузырь и говорит, ну, теперь, дорогой пациент, идите в туалет, пописывайте. Бедный пациент идет в туалет, пытается выжить совершенно в условиях неестественных для него эту мочу. Вот. И, разумеется, остаточная моча будет существенно превышать ту, которая на самом деле есть. Вот. Поэтому никогда не грех спросить, как это все происходило, да, когда бы мы определяли остаточную мочу. Вот. Значит, происходит накопление остаточной мочи. И что происходит дальше? Дальше происходит следующее. Если событие неблагоприятно развивается, количество остаточной мочи прогрессивно увеличивается со временем. Да. Оно может достигать там нескольких литров. И тогда почки, которые тоже постоянно вырабатывают мочу. А куда ее девать, эту мочу, которую вырабатывают почки? Да. Только вниз по мочеточнику в мочевой пузырь. А там уже, в общем-то, все занято, да, занято остаточной мочой. И вот в этих случаях мы сталкиваемся с тем, что к аденоме предстательной железы в первую очередь присоединяется остаточный объем мочи. А уже в следующую очередь присоединяется расширение, как мы называем это, верхних мочевых путей. То есть, расширен не только мочевой пузырь, но и мочеточники, лоханка почки, чашечки почки. И следствием всего этого является то, что повышается в крови остаточный азот. Это мочевина и креатинин. Вот. И получается, что мы в конце концов приходим к хронической почечной недостаточности. Виновником которой является аденомопростата. Да, это я вот вам так разложил путь. Просто кто с этим сталкивается, вы должны это ясно понимать. Еще я вам скажу такую тоже интересную вещь, редкую, но вот мне доводилось с этим сталкиваться. То есть, может прийти мужчина и сказать вам, что вы знаете, у меня недержание мочи. А на самом деле у него задержка мочи. Да, как это трактовать? То есть, у нас это называется ишурия парадокса. То есть, это некий мужчина, который страдает хронической задержкой мочи и спускания. Он это не осознает, не чувствует. Но это же постепенно развивается. Человек привыкает. Если что-либо происходит постепенно, это совсем как бы так вот не бросающиеся в глаза. Получается, что он не осознает, что у него очень много остаточной мочи скапливается. И настает такой день, когда надо куда-то эту мочу из абсолютно туго наполненного мочевого пузыря девать. И она начинает исхать себе пути дорожки. Вот, вверх ей идти уже некуда. Там мочеточники с почками, там никто никуда не пустит. А вот вниз она начинает распирать область шейки, мочеспускательного канала. И у такого мужчины может подкапывать, буквально периодически подкапывать моча. То есть, внешне это будет трактоваться как недержание. А по факту это настоящая хроническая задержка мочи и спускания, которая граничит уже с острой задержкой мочи и спускания. То есть, про это тоже помните, если вам придется сталкиваться с подобными ситуациями. Теперь по поводу аденома пристательной железы. Она ведь разрастается не вся, а разрастаются определенные ее железистые зонки. Я вот попытался на рисунке схематично это как-то обрисовать, чтобы по возможности это было понятно. Вот на первой картинке я так схематично представил, что вот эта вот зона, это зона пристательной железы. Над ней простирается зона мочевого пузыря. Пунктиром я обозначил мочи и спускательный канал, который проходит сквозь простату. Ну и уже, так сказать, висячий отдел уретры пошел, промежностный отдел. На втором рисунке я примерно изобретил то же самое. И зелененьким показал те зоны, которые разрастаются, как в большинстве своем случаев. Это вот по центру эти зоны расположены, около мочеиспускательного канала. Они называются переходные зоны. Переходные зоны. Здоровая ткань железы, как правило, оттесняется кверху, а эти разрастаются. Это наиболее часто встречающаяся ситуация. Когда мы выполняем ультразвуковое исследование у молодых мужчин, мы вот этих вот зон практически даже не видим. Они сливаются с общим фоном. А когда человек достигает, мужчина достигает определенной зрелости, после 50 лет, Сначала мы вот уже начинаем отчетливо видеть эти переходные зоны. В виде как бы таких двух шариков слева и справа от мочеиспускательного канала. И если это состояние прогрессирует с возрастом, то они будут увеличиваться. И уже, соответственно, вид будет такой, несколько более существенный. То есть, по размерам, соответственно, да, и по передавливанию. Значит, эти зоны, самый такой стандартный вариант, слева-справа от мочеиспускательного канала, Называются переходные зоны. Переходные зоны. Вот. Редко встречающаяся форма аденомы пристательной железы, она называется средняя доля. То есть, в мочевой пузырь выбухает такой ровно по центральной симметричной линии. Такой шарик. Такой шарик выбухает. Вот. Называется этот шарик средняя доля пристательной железы. И происходит он из центральных зон. Ровно посередочке вот выпирает такой маленький шарик. Как правило, он сильно не разрастается. А вот аденома, которая берет свое начало из переходных зон, я вот не очень красиво нарисовал, при условии разрастания она поднимает пристательную железу прямо в просвет мочевого пузыря. Таким горбом начинает пристательная железа вторгаться, ну не на чужую территорию, да, на территорию мочевого пузыря. И бывает сочетание, что переходные зоны разрастаются, и разрастается вот эта средняя доля из центральной зоны. И комбинированные бывают ситуации. То есть аденома в своем зачатке определенные зонки пристательной железы. Теперь, ну, поскольку еще немножечко мы представители оголов центра, да, еще раз повторюсь, я об этом уже говорил, как мы занимаемся такими пациентами. Сначала немножко такие вот философское такое обступление сделаем, как Александр Тимофеевич говорит. Что когда мы занимаемся пристательной железой, то мы подразумеваем, что надо заниматься почками. А когда мы занимаемся почками, то подразумевается, что мы должны отдать должное состоянию печени. Вот это тоже очень важно. Это такой, ну, некий блок мышления, который тоже надо держать в уме, когда вы занимаетесь подобного рода пациентами. Ну, то есть мы делаем, безусловно, воздействие на какие зоны, да, на зону малого таза, да, то есть от лобка до пупка. Мы все там исследуем, да, пальпаторно, ручным способом, болевые зоны, мы, так сказать, плотные какие-то участки. Мы уделяем внимание, безусловно, проекции пояснично-подвздошной мышцы, да. Эта мышца, она абсолютно ассоциирована с мочеполовой системой, там, с ней связана топография почек, мочеточников. То есть очень важно обязательно много внимания уделять проекции этой мышцы. Также надо не забывать, как я уже про это когда-то упоминал, область тазобедренных суставов. Область ягодиц, ягодичная область, да, но не все, а там вот обычно связаны с крестцом. То область, которая граничит с крестцом, она является, в общем-то, представительной зоной представительной железы. И какие-то зоны, которые расположены по верхней части ягодичной области, по верхней наружной части. Вот это все мы обрабатываем. Хотелось бы немножечко сказать по поводу средств воздействия. Да, у меня есть коллега, он, значит, за ним он уролог, работал в официальной медицине. И он очень любил лечить своих пациентов, он любил альтернативную медицину, любит он гомеопатию. И конек его был, он использовал подмор пчел. И у него были фантастические результаты. То есть он помогал тем пациентам, от которых все отказывались. Он оказывал, так сказать, услуги нашим гинекологам, тем женщинам, которые цистит ее, например, какие-то запущенные. Какие-то состояния там с придатками. И в связи с этим, с подмором пчел, я хочу вам показать книгу. Я приобрел на ВДНХ в павильоне пчеловодства. Называется она Апитерапия, под редакцией Лудянского. И тут в подразделе, посвященной подмору пчелиновому, указана только одна область применения. И это предстательная железа. Я вам сейчас зачитаю, тут маленький буквально отрывочек, который показывает, как надо обращаться с пчелином подмором. Отвар подмора применялся нами для лечения аденомы предстательной железы. 10-15 граммов подмора кипятились в пол-литра воды в течение часа. Затем жидкость процеживалась через марлю, хранилась в темном месте и назначалась по столовой ложке 3 раза в день после еды в течение месяца. Затем перерыв в течение месяца и повторение курса. Величина железы уменьшалась, мочеиспускание улучшалось. Но также тут упоминается, что и для маститов применяли они подмор. Потому что молочная железа, она по сути дела является неким таким структурным аналогом предстательной железы. Те же длинные выводные протоки, заканчивающиеся там в определенном месте. Можно аналогию некую произвести. Но тут надо понимать, что когда я беседовал со своим коллегой, я спрашивал у него, насколько мы можем надеяться по поводу уменьшения объема предстательной железы при этом в виде лечения. Но как бы он не объяснил, что больших ожиданий в том, что резко уменьшится величина аденомы, но не приходится. Зато хорошо убирается симптоматика, прекрасно убирается отек. Великолепное противовоспалительное лечение происходит. Но часто через обострение. И даже он отмечал, что иной раз при применении этого вида лечения у мужчины настолько развивался момент обострения. То есть, простата набухала. Это как Александр Тимофеевич говорит, что когда мы занимаемся работой с какой-то желчекаменной болезнью, то камень сначала набухает, а потом уже потихонечку растворяется. Так и здесь. То есть, простата увеличивается и у мужчины даже может развиться острая задержка мочеиспускания. И он тогда выезжал на дом к таким пациентам, ставил временный катетер, пока этот отек не спадет. Зато потом прекрасный результат у него. Тут еще такой момент существует, что пчелы могут жить в разных регионах. И если вам захочется заняться этой практикой, вы должны отчетливо понимать, откуда, с какого региона. Промышленные регионы или горный регион. Потому что предпочтение отдавалось тем пчелам, которые жили в экологически чистых ландшафтах. Как правило, это горные пчелы. Это будет самое лучшее. И как я из книжки вычитал, термическая обработка в этом учебнике предлагается в течение часа. А если у вас будут пчелы из экологически чистого региона, вы можете эту термическую обработку существенно снизить. И таким образом добавить те качества, усилить это лечение. Следующее, что бы я хотел сказать в плане помощи, по поводу траволечения. Есть некие сборы уже готовые. И хотел бы обратить ваше внимание на такой сбор под названием элекосол. Как-то одна моя пациентка сказала, что этот элекосол разрабатывала ее бабушка, 96 лет от роду, в нашем институте лекарственных растений Вилар. То есть это старая школа. Это все было очень научно, не дабы как и сто раз проверено. Это интересный такой сбор, в которых входят такие травы, которых у всех на слуху. Это календула, ромашка, череда, шалфей, эвкалипт. А самое главное, что все это увенчивает, это солодка. То есть все эти травы нам знакомые, приправленные солодкой, получают возможность такого проникновения. Вот такую транспортную функцию, как есть такой препарат, как димексид. Если мы хотим что-то подать сквозь кожу, сквозь какие-то покровы, то мы прибегаем к димексиду. Смешиваем в неких пропорциях, и тогда мы понимаем, что транспортная функция будет осуществлена, и наш лекарственный препарат будет доставлен. Вот так же, видимо, и в этом сборе эта солодка обуславливает этот успех этого сбора. Этот сбор обладает исключительно противовоспалительным действием. Там на коробке вы можете прочитать, как его применять в тех или иных случаях. То есть, если вы хотите пить его внутрь, если вы хотите употреблять, применять в виде клизм, в виде спринцеваний, в виде полоскания горла. И перечисляются те специализации, те специальности врачебные, которые могут пользоваться этим сбором. Это лор-врачи, это урологи, это гинекологи, проктологи. То есть, замечательная такая трава. Мне в первый раз об этом сказала пациентка. Она как раз упомянула о том, что она страдала всю жизнь гайморитом, вот таким синуситом, и постоянно прокалывала себе пазухи. А когда она познакомилась с этой травой, то все эти проколы прекратились. Ну, надо еще понимать, что со временем качество продукции, оно меняется. Выпускает этот сбор Красногорский завод. Насколько мне было известно, в свое время они его акционировали и купили немцы этот завод. И поэтому, возможно, какие-то там были привнесены изменения. Поэтому, если вам, допустим, не понравится, как эта трава работает на сегодняшний день. То есть, в прошлом она, безусловно, себя великолепно показывала. То вы можете составить тогда свой сбор. Прибегнуть к помощи ваших фитотерапевтов, которые из этих ингредиентов вам подберут уже заведомо известные такие компоненты. И вы уже будете уверены, что ваш продукт, он, в общем-то, гарантирован. Не просто куплен где-то там, сделан на заводе. Вот обратите внимание на эту траву. То есть, с точки зрения пристательной железы, мы тут рекомендуем клизмы. Теплые клизмы. И еще упомяну про такую гомеопатическую фабрику Adonis. Ну, многие из вас знают ее, но кто не знает, те пусть вот войдут в курс дела. Мы любим там целый ряд продукций. Очень много у них. И свечек чрезвычайно великое множество. Мы предпочитаем такие свечки под названием Gemovita. Вы изучаете в интернете. Это хорошие свечки. В свое время они давали вот эффект. Когда вот мало что работало, они очень хорошо себя, так сказать, рекомендовали. Но, опять-таки, упомяну все то же самое. Что время идет, и качество сырья, технологии производства, они меняются. И когда вот мы говорим, что что-то работало, оно может вдруг каким-то образом на сегодняшний день нас не устраивает. Ну, я вам сейчас упомянул те вещи, которые, в общем-то, мною были опробованы, да, с хорошим успехом. Ну, на сегодняшний день, наверное, будем завершать нашу беседу. Я хочу еще раз сказать, что я буду в ближайшем будущем подготавливать, буду очень стараться, чтобы доклад был качественный, хороший, чтобы вы остались довольны. Доклад будет посвящен бесплодию. Я вот читал уже по мужскому бесплодию. Сейчас я буду представлять тематику женского бесплодия. Наши гинекологи, так сказать, мне доверили, чтобы я это изложил. И обязательно посмотрите этот материал, который в скором времени выйдет в эфир. Я буду очень стараться, чтобы это было, ничто не было упущено. Вот это направление поиска, это причинность, потому что она очень многогранна, многочисленна. И там легко запутаться. Ну, есть такое выражение, да, что за деревьями леса не видишь. Там вот важно и не упустить, и важно не утонуть. Вот, благодарю всех за внимание. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!